Ну и я хочу сказать, не являюсь Савитуром, им никогда не был. Я являюсь, скорее всего, тем человеком, который называл себя Саманом. Это описано в Упанишадах, в книгах 4-5 книги Упанишадов. Там, где говорится о том, как человек может становиться или ощущать этот мир. Там говорится о том, что этот мир состоит сначала из Савитура, энергии божественной. Потом говорится о том, что есть посредник, этот посредник является энергией Агни. А потом говорится о том, что человек состоит еще и из энергии, которые связаны и с небом, и с землей, и с качествами. Так говорится о том, что в случае, если человек воспринимает мир в виде поля, то это поле может давать ему плоды. Так говорится, и это квадрат. Так говорится о том, что если человек хочет, чтобы семья была счастливой, то он может семью представлять в виде дерева. А дерево – треугольник, как сказал в свое время Казимир Малевич. А если человек представляет свою душу, то он должен представлять, что душа золотая. Также там сказано, почему человек… А Бог какой? Они считали, что Бог – он золотой. Что это золотое проявление человека. Золотой человек. И чем золотее человек, тем больше в нем божественного. И говорилось о том, что любые желтые продукты, любой мед, а также янтарь желтый, а также золото, а также золотые мысли и солнце – это то, что делает человека человеком и делает человека близким или приближенным к Богу. Вы знаете, можно как угодно к этому всему относиться, но что-то в этом есть. Ну что ж, не напрасно говорят, ах, какой же он хороший золотой человек, золотой мальчик, золотая девочка. Вот таким образом. Чего же золотая-то? Оказывается, смысл в этом есть. И он кроется там. А в самом Самане там говорится о том, что человек… А, ну, зачем я это сказал? Ну вот, допустим, человек говорит, а что обозначают фигуры? Ну вот, квадратная фигура – это поле, на котором что-то растет. А треугольник? Треугольник похож на дерево. А на что похож круг? Он похож на Бога, на душу человеческую. Так вот и появились первые, наверное, символы. Как вообще возникли картины Казимира Малевича? Вы знаете, что у Казимира Малевича нет картин. Он за всю свою жизнь, 70-летнюю деятельность, нарисовал картину лишь одно. Она называется «Черный квадрат». Он ее назвал картиной. А все остальное, что он сделал, называется инсталляцией. Тогда почему это называется инсталляцией у Казимира Малевича? И почему картину он нарисовал одну? Объясняю. Инсталляция – это простые фигуры, которые создают образ. И эти простые фигуры, которые создают образ, были революционными для появления новой рекламной атмосферы. То есть до того, когда появились инсталляции, никто не мог соединить идеи мысли-образа, который возникает у человека, и ассоциации, которые возникают в тот момент, когда человек видит это. Таким образом, нарисовал квадрат, человек ощущает что-то. Или нарисовав треугольник рядом квадрат, это будет как лес и дом. И вот он попытался создать вот такие инсталляции, которые сделали революцию в передаче рекламы. Сейчас мы видим уже елочки, которые нарисованы в виде треугольничков с разными зазубринками. И можно написать, нарисовать такую елочку и рядом нарисовать или написать магазин. Все будут понимать, это магазин елок. Или там, ну вот таким образом эти инсталляции у него появлялись. Инсталляции – это образы простые или максимально простейшие образы, расположенные на полотне, которые вызывают у человека ассоциативное восприятие. Или моделирует ему сознание, вид. Таким образом, эта картина не является. А черная? А черная не создает никакой образ. Нарисовав черный квадрат, люди, глядя на него, не могут его ни с чем сравнить. То есть сравнить с ночью. Ночь на белом не бывает. И таким образом, если это не создает ассоциацию, значит это не является инсталляцией. А если это не является инсталляцией, то это является картиной. Конец. Вот тем он и стал знаменит. Поэтому одна единственная картина, которую написал знаменитый художник на протяжении всей своей жизни за 70 лет, она и называется «Картина Казимира Малевича «Черный квадрат», которая стоит дорого». Ну вот где-то так. Я, кстати, люблю живу здесь. Опять хочу вам сказать, что то, что я сейчас рассказал, это мнение не художественного критика. Не даже человека, который погрузился в мир художественного анализа и пытается. Это мнение человека-обывателя, эзотерика, который сформировал, может быть, свое индивидуальное мнение. Ну, может быть, сформированное просто небольшим количеством там ума или, может быть, образованности. Но, тем не менее, мне кажется, вот то, о чем я сказал, для себя как бы логично. А там, как оно на самом деле оставим, наверное, людям, которые больше разбираются и изучают данные полотна. Ну, ладно, что-то мы вообще не туда ушли, у нас вообще эзотерический вебинар.